всем привет сегодня я хочу показать вам как связать вот такую муж мужскую манишку вяжется просто особенно если вы не новичок здесь у нас горло высотой 20 сантиметров связана резинкой 2 на 2 основная часть вяжется регланом на передней стороне манишки я сделала вот такие узоры 3 косы вы можете выбрать себе любой узор какой хотите и ободок манишки связан из шести рядов лицевых и изнаночных такая вот манишка сидит она очень хорошо мы померили давайте приступать что вам понадобится маркеры сантиметр спицы у меня круговые три с половиной и четыре размер одни короткие другие длинные ножницы дополнительная спица хотя не обязательно можете использовать обыкновенную булавку либо какую-либо другую спицу и сама пряжа у меня это alize lana gold 50 шерсти 50 акрила в 100 граммах 240 метров все для начала я связала небольшой образец моя плотность вязания лицевой гладью в одном сантиметре две петли и сейчас нужно будет набрать на круговые спицы три с половиной 92 петли набираем набрала 92 петли выровняла вязание по спицам чтобы нигде не перекрутилась можете набрать нужное вам количество петель главное чтобы она делилась на 4 и провязать в ней до набрать еще одну петлю для замыкания в круг как я замыкаю последнюю петельку с левой спицы я снимаю и протягиваю через первую на правой спице затягиваю кончики и переношу эту петельку обратно на левую спицу получается что там где хвостик это будет у нас начало ряда теперь вяжем лицевой а теперь вяжем резинкой 2 на 2 и первый ряд и последующие ряды пока не свяжем высоту горловины 20 сантиметров как вяжется резинка 2 на 2 это чередование двух лицевых петель с двумя изнаночными петлями лицевая 1 лицевая 2 теперь 2 изнаночных 1 2 опять 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевые 2 изнаночные и так вяжем до конца этого ряда и последующие ряды пока не свяжем 20 сантиметров высоту провязала горловину в высоту 20 сантиметров резинкой 2 на 2 вот так у меня получилось следующий ряд у нас будет лицевой то есть все петли мы будем провязывать лицевыми и сразу расставлять маркеры как это будем делать если у вас 92 петли то сразу на рекламные линии мы с вами по 3 петельки выделяем на рукава выделяем 8 петель по 8 и тогда получается что на спинку и на перед у нас уходит 32 петли по 32 петли если же у вас допустим 96 петель также по 3 петли на рекламные линии выделяем на рукава по 12 петель и на спинку и перед по 30 петель сейчас будем расставлять таким образом маркера забыла сказать что начало ряда у меня будет вот здесь перед рекламной линии спинки это у меня спинка вот начало вот здесь расставляем маркера и так вот здесь у меня будет начало ряда где я остановилась то есть перед рекламные линии поэтому я сразу одеваю один маркер далее у меня три петли регланной линии я их провязываю лицевыми все петли я сейчас буду провязывать лицевыми опять одеваем маркер отделяя первую рекламную линию перед спинкой далее вяжу петли спинки по количеству все лицевыми провязала петли спинки одеваю маркер отделяя следующую рекламную линию состоящую из трех петель провязали рекламную линию опять одеваем маркер далее будем вязать петли рукава по количеству которое у вас провязали петли рукава одеваем маркер выделяем третью рекламную линию из трех петель одеваем маркер вяжем петли переда по количеству провязав петли переда опять выделяем нашу последнюю рекламную линию из трех петель маркерами и и отмечаем и довязываем оставшиеся петли 2 рукава и как раз дойдем до начала нашего ряда маркеры мы с вами одели и теперь нам нужно будет связать росток по спинке что такое росток вот в любом изделии когда мы его положим перед собой любой кофточки там горлышко спереди она ниже чем по спинке и вот это и есть росток он вяжется поворотными рядами по спинке несколько рядов а потом начинает вязаться по кругу это не сложно сейчас покажу как это будет делаться вот наша схема вот начало ряда вот сейчас мы с вами отсюда начнем вязать вот досюда до этого рукава до 4 петли рукава потом развернемся и до вяжем до 4 петли этого рукава дальше развернемся будем вязать до 8 петли этого рукава потом до 8 петли этого рукава и предпоследний раз до вот этой регланной линии то есть до 12 петли если у вас 12 здесь если 8 то по-другому развернемся и до вяжем до 12 петли этого рукава дальше вязание пойдет по кругу если у вас 8 петель то вы можете начать довязав вот здесь вот до 3 петли потом здесь до 3 петли потом здесь до 5 здесь до 5 и потом до 8 сейчас покажу как это делается и так начинаем вязать росток в лицевых рядах перед при главной линии и после нее будут прибавки в изнаночных рядах вяжем без прибавлений начинаем с прибавки я буду это делать из протяжки одеваю ее на петельку еще раз надеваю и провязываю лицевой прибавку сделали переносим маркер вяжем петли реглана переносим маркер и делаем еще одну прибавку таким образом далее вяжем петли спинки лицевыми до следующей регланной линии доходим до нее и перед ней также делаем прибавку из протяжки прибавку сделали маркер перенесли провязали 3 петли реглана маркер перенесли и делаем прибавку прибавку сделали теперь нам нужно с вами провязать вот эти вот 4 петли рукава провязываем 1 2 3 4 на этом моменте разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении по изнаночной стороне следующим образом сначала делаем накид далее провязываем изнаночную и вяжем до конца без прибавок теперь уже все петли изнаночными вот я провязала в обратном направлении петли спинки регланной линии дошла до рукава также провязываю здесь те 4 петли не только здесь надо не забыть что вот здесь одна прибавка то есть ее мы не считаем провязали 4 петли и разворачиваемся развернулись далее вяжем по лицевой стороне опять не забыв сделать накид сначала накид и далее лицевой ряд в нем не забываем опять будут делаться прибавки перед здесь и после регланной линии сделали прибавку перенесли маркер и вяжем регланную линию перенесли маркер опять делаем прибавку здесь надо следить чтобы была скрещенная лицевая чтобы не было дырок вяжем до следующего рукава я дошла до рукава здесь вяжем следующим образом а делаем прибавку не забываем провязывая ее скрещенной лицевой далее видно вот это место где мы с вами разворачивали здесь дырочка до вяжем смотрите здесь внимательно вот видите наши дырочка где мы разворачивались вот предпоследнюю петлю мы провязываем а вот этот накид провязываем вместе со следующей петелькой лицевой и вяжем до 8 петли и рукава по нашей схеме вот она у меня восьмая петля разворачиваю вязание и повторяю все то же самое вяжу изнаночный ряд не забыв сделать накид и в обратном направлении без прибавок перед и после реглан мы вяжем изнаночными петлями до 8 петли следующего рукава вот по второму рукаву все то же самое изнаночный провязываем предпоследнюю а накид провязываем вместе со следующей петелькой вот так и здесь провязываем петли до 8 петли рукава если у вас рукав 12 петель разворачиваемся и в обратную сторону накид лицевая сторона не забываем делать прибавки перед и после регланной линии дошла до рукава сделала прибавки перед и после регланной линии провязываю следующие петельки рукава дохожу вот до разворота накид провязываю со следующей петелькой лицевой и дохожу до 12 петли рукава до последней нашей точки разворачиваюсь точно так же делаю накид и в обратном направлении из на по изнаночной стороне вяжу до следующего рукава дошла до него здесь также провязываю до нашей дырочки до того места где мы в предыдущем ряду разворачивались провязываю и накид провязываю со следующей петлей вместе изнаночной дохожу до последней петли рукава вот росток у нас связан получается теперь нам нужно вернуться в начало ряда то есть вот сюда также делаем накид и лицевыми вяжем до начала ряда следующий ряд уже будет вязаться по кругу то есть росток мы связали вот начало моего ряда здесь я останавливаюсь и дальше буду делать прибавку перед и после регланной линии и вязать по кругу вот я хочу наглядно показать вам насколько у нас спинка за счет ростка стала длиннее чем перед то есть у нас по переду будет как бы вырез такой вот сантиметра на 3 получилось у меня разница так начинаем теперь первый ряд по кругу вязать вот от нашего места от нашего начала ряда в этом первом ряду у меня будут прибавки по регланным линиям то есть обычно как я и показывала делаем прибавки до регланной линии прибавку переносим маркер провязываем регланной линию переносим маркер делаем опять прибавку далее вяжем нашу так это у нас что тут спинка провязываем все петли спинки доходя до следующей регланной линии другого рукава вот я дохожу до регланной линии и рукава не забываем тут в этом ряду мы делаем прибавку по регланной линии есть прибавка и рукав показываю как мы вяжем первый круговой ряд рукава провязываем его петли до предпоследней вот они у нас две последней петельки провязываем одну и перед вот этим вот накидом перед ним мы будем делать прибавку из протяжки сейчас объясню почему так прибавку скрещенном скрещены и легеним так будет правильно чтобы она была скрещена и смотрите вот эту вот саму прибавку мы будем с вами провязывать с 1 регланной линией вместе то есть теперь у меня маркер будет стоять вот здесь первую и накид мы провязываем вместе и таким образом у меня между маркерами также осталось 3 петли регланной линии при бабочка и идем теперь по переду манишки провязываем все петли переда доходим до следующего рукава вот последняя петелька переда дальше прибавка регланная линия и в этой регланной линии мы провязали две петельки теперь маркер я сниму и третью петельку регланной линии провяжу вместе с накидом который идет за регланной линии вот так теперь маркер обратно одеваем тут у меня осталось также 3 петли не забываем делать прибавку после регланной линии и довязываем и довязываем наш первый круговой ряд до конца то есть вот до моей зеленой регланной линии все первый круговой ряд у нас с вами провязан сейчас будем вязать 2 в нем мы прибавки перед и после регланных линий не будем делать то есть просто вяжем по кругу второй круговой ряд и так я уже провязала второй ряд лицевыми петлями без прибавок по регланным линиям и сейчас вяжу начинаю вязать третий ряд он еще пока у нас тоже будет простой то есть также вяжу его по кругу лицевыми только уже делая прибавки по регланным линиям а уже начиная с четвертого ряда я начну по передней части манишки вывязывать рисунок косы так что третий ряд вяжем самостоятельно не забывая делать прибавки и так провязал я третий ряд с прибавками по кругу дошла до конца ряда сейчас будет четвертый ряд без прибавок в рекламных линиях и когда я дойду до переда то я начну делать узор мой узор будет таким на стороне переда у меня 30 петель я хочу сделать три косы посередине косы у меня будут одна будет 2 на 2 между ними будут 2 изнаночные петли серединке будет коса 4 на 4 потом опять будет 2 изнаночных петли и 3 коса будет также 2 на 2 посчитаем то есть у меня в центре 8 петель по краям по 4 петли это уже 16 и еще 4 петли между то есть всего на рисунок у меня уйдет 20 петель соответственно без рисунка по краям у меня остается по 5 петель вот здесь вот 20 петель с рисунком сейчас по ходу я покажу как я это буду делать четвертый ряд я начала это ряд у нас без прибавок без прибавок провязала спинку провязала рукав регланную линию и дошла до переда на котором я буду вывязывать наш рисунок и скос пересчитала я петельки которые у меня здесь по переду и так как мы делали прибавки то сейчас не 30 петель получилось а уже 34 петли по переду то есть по бокам у меня будет свободных лицевых петель по 7 то есть еще две петли я добавила вот сюда до кос и после кос сейчас мы вяжем с вами первые 7 петель просто лицевыми 1 2 3 4 5 6 7 дальше у меня идет коса 2 на 2 как я ее вижу вижу я ее следующим образом я снимаю первые две петли и провязываю следующие 2 лицевыми теперь возвращаю на левую спицу не провязаны 2 петли вот таким образом сзади придерживая провязаны вот так поменял их местами и теперь провязываю эти две петельки первое скрещивание я сделал дальше между косами у меня будут 2 изнаночные петли коса которая посередине будет 4 на 4 то есть первые 4 петли я сейчас сниму вот на такую вот дополнительную спицу кто умеет не снимая вязать можете вязать не снимая провязываю 4 следующие петли 1 2 3 4 возвращаю снятые петельки 4 и теперь провязываю их 2 3 4 2 коса перекрест сделала опять идут 2 изнаночные и третья коса которая у меня 2 на 2 тут я обхожусь без дополнительной спицы я снимаю на правую провязываю две левые потом возвращаю с правой вот так вот придерживая провязанные меня их местами провязываю эти две до конца переда у меня должно остаться 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 все правильно этот ряд 4 без прибавок поэтому провязываю и главную линию перенося маркера и провязываю второй рукав как раз до конца четвертого ряда вот подошла к концу четвертого ряда следующий ряд 5 ряд с прибавками по регланным линиям и на спереди манишки на передней части ничего меняться не будет то есть следующие три ряда я вижу лицевыми по кругу учитывая ряд с прибавками ряд без прибавок по регланным линиям и так я провязала еще три ряда 5 6 и 7 5 у меня был с прибрав с прибавками по регланным линиям 6 без прибавок 7 опять был с прибавками сейчас начну 8 ряд без прибавок и в восьмом ряду опять буду провязывать косы когда иду до переда встречаюсь с вами и покажу вот дошла я до переда нашей манишки и смотрите за предыдущие три ряда которые мы вязали у нас были два ряда с прибавками то есть у нас добавилось еще по две петли теперь я буду провязывать лицевыми не 7 первых а 9 первых и 9 последних провязываем 9 лицевых 3 4 5 6 7 8 9 лицевых теперь начинается коса 1 у нас 2 на 2 здесь все то же самое я снимаю первые две петли третью четвертую провязываем теперь возвращаю первые две на левую спицу снятые петельки переношу на правую и провязываю перенесенные в первую вторую так дальше у меня идут 2 изнаночные 1 2 далее идет коса из четырех тут я воспользуюсь дополнительной спицы сниму на нее провяжу следующие 44 петли потом перенесу снятые обратно на левую спицу и провяжу теперь их раз-два-три-четыре далее опять идут 2 изнаночные и коса из двух петель 2 снимаю 2 провязываю возвращаю первую вторую меня их местами провязываем 1 2 дальше у меня должно остаться 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 все правильно мы дошли до регланной линии и этот ряд у меня без прибавок сейчас я его довяжу до конца и смотрите вот эти курсы у меня будут довольно таки крутые если вы хотите чтобы вот эти вот перекресты перекресты были на более дальнем расстоянии друг от друга то вяжите между ними не по три ряда а по 6 либо по 8 рядов косы будут более вытянутыми вот таким образом как сейчас мы с провязали нам нужно будет с вами провязать еще несколько рядов до тех пор пока по спинке у вас не получится примерно 10 либо 12 сантиметров вот сейчас у меня по спинке всего 6 сантиметров то есть я сейчас еще провяжу примерно вот так дальше встречаем